Находясь в турнире таблицы по соседству, Милан был четвертым, Ювентус был пятым. По ровну очков есть потери, Смелли Костельеха не было в составе у миланцев. Ну а что касается Пирла, который очень сильно подвис на тренерской скамейке, и уже идут разговоры о том, кто его сменит, выставил такой состав. Афуи Цехченсен в воротах, Алекс Сандрок, Елини Деликт Куадрада в обороне, Рабьё Бентанкур в центре поля, Кьеза вышел играть на левый фланг, Маккенни направо, Марата и Роналду. Роналду лучший снайпер чемпионата, который затащил команду к победе в предыдущей встрече против Удинезе, сделав дубль на последних 10 минутах. Милан Доннарума в воротах, Эрнандес Томорик Еркалабри, линии обороны Кисеби, Нассер опорная зона, Салимакер, Сбраим Диас, Челханаглу и Златан Ибрагимович. Таков был выбор у Стефана Пиоли. Работа Пиоли зависит от того, суббит ли команда финишировать в зоне Лиги чемпионов. И если да, то, скорее всего, он продолжит свою карьеру в клубе. Что касается слухов отношений Пирла, то, конечно, говорят о том, что команду может опять возглавить Макс Олегри, но тогда руководителям Паратичи и Энедведу придется покинуть команду. Есть дикий слух о Гатузо, но трудно предполагать, что легенда Милана возглавит Туринский Ювентус. Ну, в общем, претендентов, конечно же, много, которые обсуждаются в отношении Пирла. Ну и, конечно, Зидана обсуждает. Но у Зидана личный контракт очень серьезный. 12 миллионов евро надо в год платить Зиндину Зидану. Человеку с ювентийским прошлым. И посмотрим, пока, судя по всему, туринцы не готовы удовлетворить его финансовые аппетиты. Что касается этой игры, то мы видим, что Милан был очень хорош на первых минутах. Браим Диес постоянно выдвигался на ударную позицию и укрожал воротом туринского клуба. Ну, про форму Ювентуса мы сказали. Две победы в четырех турах. У Милана тоже была победа в предыдущем туре. Сумели обыграть Беневента, который борется за выживание. Но до этого было у Милана два поражения. И, кстати, была убийственная статистика против Милана. В девяти последних домашних матчах против Россонери Ювентус обязательно побеждал. Стандарт в исполнении туринцев и мажетки и линии из очень хорошей позиции. Капитан туринского Ювентуса открылся на подачу с углового. Выиграл, опять же, борьбу на дальней штанге и пробил в направлении пустого угла. Просто не попал в ствол. Проходы Эрнандеса это всегда опасно. Отличный его проход. Навесная передача на Златана. И успевает Алекс Сандро помешать голевому потенциальному пасу для Ибрагимовича. Ибрагимович очень слабо проводит второй круг на фоне первого. Если взять последние семь матчей Златана, то мы увидим, что у него всего лишь один забитый мяч. А ведь на старте сезона он в каждом туре забивал. Причем делал это не однажды. Очень много дублей у Златана было на старте. Кьеза нарушает правила. Влетает в соперника. И штрафной разыгрывает Милан. Подача Челханаглу выбивает Ченсны прямо на Браима Диаса. Тот проходит Куадрада. И вбивает мяч потрясающим ударом в дальнюю девятку. И на первой минуте компенсированного времени к первому тайму забивается гол. Но все внимание на Браима Диаса и его столкновение с Куадрадом. Смотрите. Мяч попадает в руку Браиму Диасу. Еще раз смотрим. Вот, пожалуйста, рука отставленная. И Пауло Валерия все равно засчитывает этот гол. Хотя бяч от Куадрада попадает ему в руку. И в такой ситуации гол выглядит достаточно спорным. Но все-таки после долгих разбирательств его засчитали. И Милан вышел на второй тайм, ведя в счете 1-0. Опасный момент у Ювентуса. Воротом был Бентанкур. И еще 45 минут оставалось у туринца для того, чтобы исправить положение непростое, в которое они угодили. Но Милан, почувствовав уверенность, создавал все больше и больше. Неудержим был Браим Диас. И вот здесь снова мяч попадает в руку. И Пауло Валерия опять этого не видит. А мы видим, отставлена рука Келлиния после удара Браима Диаса. И что это, если не пенальти? Конечно же, это 11-метровый удар. Пауло Валерия, разобравшись, назначает 11-метровый. Келлиния получает желтую карточку. А к мячу подходит Франк Кесье. В нынешнем сезоне он забил огромное количество 11-метровых. Правда, был у него один пенальти, который он не забил. Важнейший момент. Можно делать счет 2-0 на 58-й минуте. Но Франк Кесье отвратительно бьет этот 11-метровый удар. И Войца Сченсен, который оказался причастен к голу Браима Диаса, выбив мяч именно на него, в этой ситуации свою команду выручает. Плохой пенальти довольно расхлябанно подошел к его реализации Франк Кесье. И это был момент, один из ключевых в этом матче. Потому что мы понимаем, 2-0 и песенка Ивентуса спета. А так у Ивентуса появляется надежда. Команда явно на хорошем эмоциональном уровне. Оказывается, после этого отраженного пенальти. Но Милан, правда, продолжает комбинировать. И чумовой гол забивает Анте Рэбич, который вышел на замену вместо Златана Ибрагимовича. Ибрагимович получил травму. На 66-й минуте он был заменен. И, судя по всему, Ибрагимович получил такое повреждение, после которого он вряд ли выйдет играть до конца сезона. Но гол получился фантастический. Исмаэль Бенассер в ассистентах. Но не это главное. Что самое любопытное, Хорват в нынешнем сезоне забил все свои 7 предыдущих мячей, когда выходил в стартовом составе. Это был первый его гол, когда он вышел со скамейки запасных. Ну и Милан повел 2-0. И, как вы видите, продолжал атаковать. И Фикая Тамори забивает третий мяч с передачи Хакана Челханаглу на 82-й минуте. Таким слабым Ювентус давно не выглядел. Он разобран. И последствия после этого поражения, как вы понимаете, должны были последовать. И Ювентус решил уволить Андрея Пирлока.